Доброе утро! За 7 минуточек, перед тем, как Саша запустит нашу машину времени, расскажите, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить теплый салат картофельный с колбасками и маринованным красным молочком. Так, ну кроме колбаски и картофеля, что нам еще понадобится? Нам понадобятся корнишоны маринованные и салат-микс. И будильник, я его уже поставил, время пошло. Ну давайте, мы готовы вам всячески помогать. Так, попрошу замешать соус у вас. Так, из чего у нас соус? Из горчицы. Добавим немного зернистой горчицы. Какая крупнозернистая горчица, это да? Прям такая. Так, хорошо. Нам понадобится масло оливковое. Нет, я сам, я сам. Сколько? Грамм 10. Это грамм 10. Это вот столько? Да. Смотри, как я прям... Добавляю немножко оливкового масла. Немножко это сколько? Грамм 10. Пару ложечек давайте добавим для начала. Пару ложечек, вот так вот ливанем. Я вас я попрошу, опа, нарезать корнишоны. Нарежьте их, срежьте, получаете... Вот эти вот заднички. В задней части так. Да, и по диагонали их нарежьте. Вот так вот давайте. По диагонали? Да, вот так вот. Мы их потом будем ставить. Все, что ты знала о корнишонах, сегодня придется забыть. День прожит не зря. У меня в руках что это? Хотел хлебнуть, а это яблочный уксус. Яблочный уксус. Сколько? Добавьте ложечку. Одну ложечку, так, хорошо. Все это дело перемешайте. Что-то льется тут в разные стороны. Так, все это дело перемешаем. Сейчас все будет хорошо. Так. Но салат у нас называется теплый. Значит, мы что-то будем подогревать. Корнишоны ли это будут? Нет, это будет картофель. Мы будем его обжаривать. Отварной картофель, который у нас, допустим, остался с вечера. Так. И колбаски. Я все перемешал, да. Добавляйте немножко сахара. Немножко сахара сколько? Вот щепоточку. Щепоточку? Надо пробовать всегда. Нельзя как бы по граммам. Работочку. Хорошо, вот я добавлю. Чуть-чуть соли. Соли, щепоточку. Так, вот так, соли хорошо. Все перемешивайте и пробуйте на вкус. Вячеслав, проверьте, пожалуйста, мою работу. Отлично. Вас все устраивает. Это хорошо. Так, а это что такое? Это красный лук? Это красный лук маринованный. А как можно замариновать его дома? Нужно взять воду с уксусом, один-двум, одна часть уксуса, две части воды, отварить, после чего попробовать, если лук немножко еще, ну такой кислый, уксусный, его немножко в воде подержать, получается, вскипятить в простой водичке еще. А сколько по времени вот? По времени, ну если это заранее подготавливать, то есть займет. Ночь? День? Два часа? Да нет, это занимает 10-15 максимум. А, то есть быстро. Хорошо. Я делаю этот ритуальный жест. Правильно. Так, сковородка уже ждет своей очереди. Слушай, апплитуды у нас включили? Да, да, да. Это очень вкусно, пахнет прям потрясающе. Слушай, я пока чувствую только уксус и корнишон. Мне очень нравится этот запах прям. Я бы, я, пожалуй, я поем. Давай. Итак, я напомню тем нашим зрителям, кто только что к нам присоединился, что сегодня мы готовим теплый салат. Нам для этого потребовались корнишоны, картофель отварной, есть у нас большая сарделина, маринованный лук. И Саша сделал соус. Саша, напомни, из чего? Я сделал соус из крупнозернистой горчицы, сахара, соли, яблочного уксуса и оливкового масла. Вот сахара не доложил, видишь? Но я вот предпочитаю поменьше, сахарку поменьше. Сахар добавляем для того, чтобы убить кислоту лишнюю. Вот сахар кислоту уберет. Чтобы убрать горечь, добавляем соль. Малый диетический салат-то у нас получится. Чтобы убрать горечь, мы добавляем соль. Чтобы кислоту, добавляем сахар. А зачем тогда добавлять горечь и кислоту? Все понятно. Просто если есть какой-то продукт горький или слишком, допустим, кислый, то его можно немножечко... Исправить вкус. Исправить вкус, да. Век живи, век учись. Ну что, у нас сковородка уже нагрелась. Остается у нас пара минут. Масла, кстати, немного мы используем, да? Да. Совсем. Только для того, чтобы обжарить. Нам нужно обжарить, получается, картофель и сосисочку нашу. Да. До какого состояния нужно будет обжарить вареную картошку? До золотистой корочки просто дожарим. Обжариваем ее. То есть буквально две минутки? Да, не больше. А как вот так вот получается, вот картошка, что она не... У меня всегда в мундире, когда картошку я готовлю, она потом вся... Разваривается? Да, она вся разваливается. Добавляем... Опять сахар? Лимон, лимонный сок. Лимонный сок? Да. Когда варим картошку? Да. Кислота не дает развариваться картофелю. Интересно как. Никогда не слышала о таком рецепте. Но я знаете, что скажу? Что время-то оно неумолимо приближается к отметке ноль. Будильник скоро зазвонит. Так, а у нас еще конь не валялся. Ну, успеем все сделать. Зато картошка уже успела нагреться. Обрати внимание. Красивая. Так. В это время мы замешаем. Если бы готовил я, я бы уже ел. Вот прямо сейчас, прямо отсюда картошку не задумать. Замешанный соус. Мы добавляем его к листьям салата. Слушай, Юль, ты чувствуешь, мы с тобой как уже слюни у нас выделяются, слюна, мы уже с тобой хотим все это дело пробовать. И у меня уже вот нетерпение большое существует такое. Ну, буквально 2 минуты, и Вячеслав уже готов закончить. Правда, Вячеслав? Так, точно. Так, у нас здесь нарезанные корнишоны. Салатные листья мы смешали с нашим соусом. Обжаривается у нас несколько долек вареного картофеля. Время. Заканчивается. Нам осталось только выложить красиво этот салат в блюдо. Увы и ах, скажу я. Не поспели мы за... или поспели? Да поспели, поспели. Ведь все у нас уже готово. У нас еще сосиска. А что с ней надо делать? Сосиску можно обжарить, но если бы вы не успели за 7 минут обжарить сосиску... Ешьте так. Можно ее... она же отварная у нас, подготовленная. Поэтому можно и так. Так, это опять ресторанная подача блюда. У нас здесь... Но мы успеем. Пока выкладываем салат. До вечера, до ужина, конечно, у нас времени. Подгон, Вячеслав, не торопитесь. Я отказываюсь работать дальше, Юля, пока не попробую эту штуку. У нас с тобой будет пара минут, чтобы попробовать наш теплый салат. Вячеслав вот уже закончил даже сардельку, понимаете, готовить. Осталось только нарезать и выложить. Как-то ее неблагородно, сарделька. Это сосиска в натуральной оболочке. Ах, вот оно как. Отечественный продукт? Так точно. Теплый салат. Все отечественный, ничего. Мы готовили в нашей кухне. Ничего импортного мы не использовали. Все наше, родненькое, практически уральское. Напомним, что мы для этого салата обжарили отварной картофель. Мы смешали, сделали соус из горчицы, уксуса и сахара с маслом. У нас маринованный лучок и сарделька. Посмотрите, какая красота. Осталось только попробовать. Спасибо большое, Вячеслава Филимонову, за то, что он сегодня познакомил нас с таким потрясающим рецептом. Мы перейдем к пище телесной, а вам предлагаем познакомиться с пищей духовной. Афиша далее в нашей программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин